Это не обсуждается, и не надейся, я не передумаю. И вообще, думай теперь, что ты будешь делать дальше. Всё. Ну вот, мой сладкий. Ну вот, Алечка. Мамочка всё решила. И ты будешь в полном шоколаде, у тебя будет всё, чего не было у меня. Зря ты, Маша, ты меня оббегаешь. Я тебя всё равно найду. Стас, пожалуйста, уйди, я всё решила. Слушай, не делай глупостей. Уйди от меня. Тебе со мной будет гораздо проще. Как ты этого не понимаешь? Я обеспечу и тебя, и ребёнка. Поздно, Стас, поздно. У тебя был шанс, то ты его упустил. Всё, как обычно, Рита. Соседи почувствовали из-под двери неприятный запах. В дверь долбились, звонили, никто не открывал. К домашнему телефону никто не подходил. Вызвали милицию, а милиция уже нас. А что с замком? Замок не взломан. Я проверял. Похоже, убийца закрыл дверь снаружи, а ключи у неё с собой. Вполне возможно. Слушай, а вряд ли жертва жила здесь. Эта одежда и явно не по размеру. Хотя она в тапочках домашних. Странно тоже. Опа. Что такое? Телефон. Разряжается, видимо, лежит здесь давно. Смотри-ка, 28 пропущенных вызовов. Так, последний от некого Стаса. Девушке примерно 23-24 года. Смерть наступила два дня назад, около 15 часов от механической асфиксии. Причём убийца даже не пытался имитировать самоубийство. Странгуляционная борозда не под углом, как при повешении, а абсолютно ровно. Так что совершенно очевидно, что девушку задушили. Вот этим? Судя по ширине борозды, похоже. В крови у погибшей я обнаружила снотворное. Самое обыкновенное, которое можно купить в любой аптеке. Думаю, сначала девушку усыпили, чтобы она не сопротивлялась, а уже потом задушили. И ещё, Галя, одна очень важная деталь. У неё на теле я обнаружила шрам от кесаревого сечения, которому не более шести месяцев. Я думаю, что нужно искать ребёнка. Он может быть в опасности. Ну, тогда возможно, что преступление было совершено ради похищения ребёнка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. По сведениям Жека, квартира, в которой был обнаружен труп, принадлежит пенсионерам Чугуевым. Я связался с их детьми. Они сказали, что папа и мама уехали в пенсионат. И попросили своих детей, чтобы те поливали растения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А там целые джунгли каких-то загадочных растений, которые надо поливать утром и вечером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А она как раз живет над ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде это квартира. Странно. Дверь открыта. Вы милиция или кто? Вы должны... Ребята, здесь побудете лиц? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Майор Маяський, Федеральная экспертная служба, капитан Власова. Я так понимаю, вы отец девушки, здесь проживающий? Ну, знаете, я не так стар. А что вы тут делаете? Как вы сюда попали? У меня есть свой экземпляр ключей. Дело в том, что у нас с Машей был роман. Документы, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, простите. Только сделал визитки, и вечна не падает. Дорохов Виктор Сергеевич, заместитель декана кафедры информатики Института цифровых технологий и решений. Виктор Сергеевич, что вы здесь делаете? Понимаете, у нас с Машей есть сын. Алечка. Алик. Но Маша пропала. А милиция бездействует. Не хочет даже брать у меня заявление, потому как я, видите, ей не родственник. Мальчику-то всего полгодика. Вы не волнуйтесь, мы обязательно найдем вашего сына. Так я его уже нашел! Нашел, но мне не отдают моего сына! Вчера в 4 часа утра Алечку подкинули в детскую больницу. К ребенку была приложена моя визитка. Днем мне позвонили, я примчался и узнал своего сына. Но органы опеки не отдают мне ребенка, так как я не записан отцом мальчика. Они пытались дозвониться Маше, но безуспешно. Убитая Астраханова Мария Витальевна, 1986 года рождения. Прописана в Чернук-Лацке, Украина. Московская регистрация, которую нашли в ее съемной квартире, поддельная. Работала секретарем на кафедре этого самого Виктора Дорохова. Да, так успешно поработала, что 6 месяцев назад родила сына. Интересно, а почему она не записала Дорохова отцом? Может, потому что у нее уже как 9 лет есть законная супруга? Простите, у меня сахарный диабет, я должен сделать укол. Да ничего, ничего. Я действительно женат, но с Ксюшей у нас нет общих детей. И именно поэтому вы решили обратиться, так сказать, за помощью к своей секретарше? Все было по-честному. Я с самого начала сказал, что я не смогу уйти из семьи. Но я пообещал, что я буду финансово помогать и Маше, и ребенку. А как на это отреагировала ваша жена? Ксюша обо всем узнала и простила меня. Она мудрая женщина. В этом все дело. Получается, в итоге все довольны, да? Выходит, не все. Раз Маша подкинула ребенка, а сама сбежала. А почему вы так уверены, что Маша сбежала? А где же она? У нас, в морге. Тихо-тихо-тихо. Вот, Галина Николаевна, у нее под ногтями следы какой-то краски. Но я осмотрела протокол обыска не в ее квартире, где она проживала, не в квартире, где произошло убийство. Ничего похожего нет. Раз Маша умерла, я теперь могу забрать сына? Ну, может быть, и заберете. Позвольте. Если, конечно, это не вы ее убили, а то я чуть не наблюдаю на вашем многоумном лице глубокой скорби по поводу безвременной кончины любимой подруги и матери вашего ребенка. Кстати, какие у вас складывались отношения в последнее время? Хорошие отношения. Полное взаимопонимание. Если ты не разведешься, то больше не увидишь ребенка. И где деньги? Я родила тебе сына, а ты ведешь себя как подлец. Вы называете это хорошими отношениями? Я вообще не собираюсь всю жизнь жить в съемной квартире. И быть матерью-одиночкой. Между прочим, по твоей же милости. Но ведь мы же с тобой обговорили все с самого начала. У меня нет сейчас денег на квартиру. Ну, пойми, ну нет. А ты даже в свидетельство о рождении меня не внесла. Витечка. Ну, ведь нам так хорошо вместе. Ты же у меня такой замечательный. У нас такой хорошенький сыночек. Вот когда разведешься с женой, тогда я впишу в свидетельство о рождении Алечки. И все будет хорошо. Ты так любишь Алечку? Тогда придется выбирать. Вот когда разведешься, тогда можешь и приходить домой. Маша в последнее время созвонила с тремя абонентами. Виктор Дорохов, Станислав Лысенко и еще один номер. Не зарегистрирован. Стас Лысенко – это тот, кто звонил последним на телефон Маши? Именно. Три часа назад с телефона Лысенко был сделан звонок в службу с экспотелефону. Деньги на счету быстро закончились, так что связь была прервана. После этого симку вынули из телефона, и запеленговать его невозможно. Станислав Лысенко, 27 лет. Земляк Маши по Черноукладску. До недавнего времени работал с сольтехником в одном из ЖЭКов в Москве. Но потом уводился. Так, а по базам что-нибудь есть на него? Да. Проходил по делу о квартирных кражах, но ничего не доказали, и поэтому отпустили. Земляк, значит? Он в последнее время очень часто звонил Маше, но она ему не отвечала. У нее в телефоне мы нашли несколько странных смс-ок. Он просит ее не делать глупостей. А она ему в ответ, что он больше никогда не втянет свои грязные делишки. Так, а что у нас с третьим номером? А вот это самое интересное. С ним у Маши было много взаимных звонков и сообщений. В день смерти этот номер звонил Маше шесть раз. А за два часа до убийства прислал ей эту смс-ку. Ты сама выбрала свою судьбу. Готовься. А как этот номер записан у Маши в телефоне? Зрите в корень. Стас секретный. Стас, объявляем в розыск. Но это не только моя машина. Жена тоже ее будет. Ну да, отлично. Заодно и проверим. О, у вас там прямо под сиденьем соска детская валяется. Я же все-таки отец ребенка. Я несколько раз возил Машу с сыном к врачу. Так что неудивительно. Скажите-ка, а где вы были подавчера в три часа дня? В Подмосковье на конференции. На машине ездили? Нет. На микроавтобусе от института. А в четыре часа ночи? Как? Дома спал. А кто-то может это подтвердить? Жена была в ночную смену. Она медсестра. А ее сын от первого брака спал в соседней комнате. Сын? Вы ничего о сыне не говорили? Олегу девятнадцать. Он учится у меня на факультете. Парень инвалид. У него с детства ДЦП. Почему вы последние три дня не созванивались с Машей? Вы что, поссорились? Знаете, тут такое дело. Недавно Маша пришла ко мне домой и все рассказала жене. Ну, да, конечно, был конфликт. Но потом, где-то через неделю или полторы, нашу квартиру обокрали. Взяли деньги и украли все украшения жены. Причем, знаете, сделали все так профессионально, что мы даже не сразу обнаружили кражу. Потому что замок не был взломан, вещи не перевернуты. Ну, а потом я приехал на очередную встречу к Маше. Ну, что ты студишься? Ты же грудью кормишь. Откуда у тебя этот кулон? Друг подарил. От тебя разве что-нибудь дождешься? Только игрушки таскаешь своему сыну, а про меня и думать не думаешь. И вообще, грудью я бросила кормить. Не хочу форму портить. Это кулон моей жены. Его недавно украли. Как раз после твоего неожиданного визита. А я ничего не знаю об этом. Я не воровка. Виктор Дорохов действительно зарегистрировался на этой конференции. Но администратор пансионата вспомнил таксиста, который в день убийства возил одного из участников в город. Там он его подождал два часа, а потом обратно привез в пансионат. Похож на нашего доцента? Да, вроде бы похож. Скоро таксиста привезут к нам, проведем опознание. У Виктора пока самый веский мотив. Он хотел ребенка, а любовница угрожала, что не даст им видеться. У жены тоже есть мотив. А вдруг муж уйдет из семьи? Смотри, интересный состав. Тут следы слюны ребенка, детского питания и красного вина. По словам медсестры, первые несколько часов ребенок был какой-то вялый. Почти не реагировал на раздражители. А бутылочки, которая была в переноске, смесь детского питания с красным вином. Кто-то усупил ребенка старым дедовским способом, чтобы он не кричал и не привлекался к себе внимания. Малыша отвезли в детскую больницу именно на машине Дорохова. Так? Кстати, на, угощайся. Нет, спасибо, не искушай. Я уже третий день на диете и пью только кофе и зеленый чай. И вторую ручку, будьте добры. Мам, дай книжку. Подожди, я сейчас занята. А мне теперь что, в потолок смотреть? Погоди чуть-чуть, сейчас тебе дадут все. Подождите, пожалуйста. Секундочку, один пальчик остался. Мам. Благодарю вас. Какую тебе? Тургенева. Будьте добры, мне надо еще взять у вас пробу на анализ ДНК. Рот откройте, пожалуйста. Вот, благодарю вас. Итак, скажите, пожалуйста, а где вы находились и чем занимались в день убийства? Муж был на конференции, сын был в институте. Я дома была. Я отдыхала перед ночной сменой в больнице. Мам, я пить хочу. Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на ну вот на это известие о том, что у вашего мужа есть внемрачный сын? Я не хотела рожать ребенка. Мы очень хорошо жили, 9 лет, очень дружно. А тут, 3 года назад у его друга родился сын. Вот возьмите, посмотрите альбом. Здесь все. И он там стал крестным. Загорелся желанием родить своего ребенка. А я не хотела. Отводишься, да? Да. А почему вы не хотели? Олег, почитай, пожалуйста, на кухне. Можешь при мне говорить. Я и так знаю, что ты не хотела рожать второго инвалида. Тебе ведь и одного достаточно. Понимаете? У меня ребенок родился больным. Ему еще в детстве поставили диагноз ДЦП. Мой первый муж бросил нас. Просто не хотел тратить свою молодость на нас. 10 лет мы прожили в коммуналке, а потом вернулся Виктор. Что значит вернулся? Мы с ним очень давно знакомы. Еще с детских лет. Еще со школы вместе учились. Он за мной ухаживал. А я вот такая вот дура. Сделала неправильный выбор. Он обиделся, уехал к отцу. Стал там работать, а потом вернулся. В Москву, когда его отец умер. Ну вот, мы встретились с ним. Он узнал, как сложилась моя жизнь. Тот же сделал мне предложение и привез вот в эту трехкомнатную квартиру. Но почему вы ему не хотите родить ребенка? Все же условия есть. Потому что Виктор болен. Чем? У него сахарный диабет. Дядя, его отец умерли от этой болезни. Это наследственное. Я просто очень боюсь. Олег прав. Я боюсь воспитывать еще одного больного ребенка. Привет. Что случилось? Приходила твоя девчонка. Маш. Наш дом. Показывала твоего ребенка. Что ты собираешься делать? Крюша, умоляю. Прости меня. Я просто с ума сошел от желания иметь своего ребенка. Я никогда вас с Олегом не брошу. Ты слышишь? Никогда. Я буду помогать ей. Буду видеться с сыном. Но люблю-то я тебя. Всю жизнь люблю. За школы. Ты же знаешь. Я вот что подумала. Ей не нужен этот ребенок. Она тут приходила, кричала. Я молодая, не хочу воспитывать его одна. Ну, может быть, она отдаст его нам. Ну, если так получилось. Воспитаем. Это бы все решила. Я только одного понять не могу. Удушение было какое-то мягкое. Без резкого сжатия. На коже я не нашла никаких ссадин. Один только синяк. Подъязычная кость. Не сломана. Как будто убийца очень аккуратно стягивал ремень на шее жертвы. Нежный душитель. Плюс к этому не совсем сходится рисунок на шее и рисунок на ремне. На шее почему-то не отпечатались характерные детали и неровности ремня. Понимаешь? Ты хочешь сказать, что ее задушили чем-то другим? Не знаю. Но с другой стороны зачем убийце подменять орудие убийства? Он же готовился к нападению. Оно не было спонтанным. Он покупал снотворное, усыплял девушку. Ну да, мог заранее об орудии позаботиться. И кроме того, на шее и на ключицах погибшей я обнаружила следы пота. Понимаешь? Как будто шея в течение нескольких часов потела. Там был создан эффект парилки. Так делают, чтобы целлюлита не было. Обматывают бедра пищевой пленкой и ходят как в сауне. Ты что хочешь сказать, что она пыталась избавиться от целлюлита на шее? Пленка? А что? Очень удобно, чтобы не оставлять следов настоящего орудия убийства. Я не знаю, как это могло произойти. Вы потом все замки сменили. Я, кстати, думала, что вот этот вот кулончик тоже украли. А муж его потом за диваном нашел. А у вас остались ключи от старых замков? У нас всегда в коридоре висят запасные. Давайте сюда. Пожалуйста. Присаживайтесь. Сдается мне на ваших ключах следы пластилина. Это говорит только об одном, что с ваших ключей кто-то сделал слепок, потом по этому слепку сделали дубликаты. Я не знаю, кто это может быть. У нас чужие не ходят. Девочка эта, Маша? Да она была здесь всего несколько минут и на виду ребенка держала. Кто это может быть? Месье Валентик, скажите, вы знаете этого мужчину? А это сантехник наш. У Стаса Лысенко похоже, была налаженная схема. Под видом сантехника он проникал в дом, делал слепки с ключей, а потом грабил квартиры. А Маша ему помогала. Я проверил, пока она не ушла в декрет, были ограблены квартиры двух учениц и одной преподавательницы с ее факультета. Маша, наверное, тоже делала слепки с ключей, передавала их своему дружку. Думаешь, Маша решила начать новую жизнь, покончить с криминалом? За это Лысенко ее и убил? По крайней мере, этим можно объяснить угрожающие смс-ки с его секретного номера. Да, вот только мы пока не можем найти Лысенко. Галина Кавловна, я из института цифровых технологий. Дело в том, что в здании нет пандусов для инвалидов. Да, и как выяснилось, наш Олежка инвалид вполне справляется с костылем. Ну да. Не знаю, может быть, дома перед матерью прикидывается. На жалость, так сказать, пробивает. Ага. Да, хорошо, так и сделаю. Поеду к его лечащему врачу. Опознаны два образца из трех, обнаруженных на руле машины Дороховых. Это потужировые Виктора Дорохова и его жены Ксении. Третьего образца в базе нет, но это близкие родственники к Ксении. Угу. Значит, сынок еще и на машине катается. Ты шутишь? Он же инвалид-колясочник. Ты знаешь, я вчера общалась с его лечащим врачом. Дело в том, что положение Олега не так плохо, как кажется на первый взгляд. И что, даже машину водят? Теоретически он может. Ложная тревога. Таксист возил из пансионата в Москву не Виктора, а другого профессора. Тот под видом конференции к любовнице на пару часов сбегал. Да, я вожу машину. Когда мать в больнице на дежурстве, отец в командировке, я езжу по ночам. Это единственное развлечение в моей нелегкой ситуации. Вы думаете, мне легко так жить? Ты мне на жалость тут не дави. В день убийства ты на машине ездил? Классно вы придумали. То есть, если я не совсем безнадежный инвалид, на меня можно всех собак повесить? С двенадцати до позднего вечера я был в институте. Можете у кого угодно спросить. Я, наверное, человек сто видела. Все только и пялятся. Итак, у нас есть время убийства и время, когда был подброшен ребенок. Мотив есть у всех членов семьи. И у Ксении, и у Олега, и у Виктора. Да, но у Олега и Виктора есть алиби на момент смерти. А у Ксении на время, когда был подброшен ребенок. Есть, кстати, еще этот домушник недоказанный, Стас Лысенко. Ну, я думаю, вряд ли вор-сантехник стал бы подбрасывать ребенка с визиткой Дорохова. Галина Николаевна, знаете, я думаю, может быть, эта семейка все сообща организовала. Ксения днем задушила девушку, а Виктор ночью, когда Олег спал, подбросил ребенка вместе со своей визиткой. Он же был уверен, что сына в итоге ему отдадут. А не могла ли Ксения ночью на часок в больнице нет? Вернее, охрана есть, камер нет. А охрана могла уснуть. Что такое? Оксана! Ну-ка, давай-ка! Что случилось? Она со своей диетой совсем себя довела. Голодный обморок, у нее давление, наверное, пало. Помогите! Давайте ее в буфет! Господи! Вот сюда, на диван. Сумасшедшая. Валь! Валь! Больно! Ты что, меня без руки решила оставить? Ой, прости, Оксана. Галя, ты помнишь, я никак не могла определить, как именно была задушена Маша? Думаешь, манжетой? Если человека усыпить, приложить манжету к горлу, и накачать ее воздухом, то именно так и будет. И даже не нужно никаких усилий. А Ксения Дорохова как раз работает в больнице. Для нее такой способ убийства очень даже подходит. Рит, надо обыскать квартиру. Возможно, именно эта манжета оставила след черной краски на пальцах жертвы. Да, хорошо. Давай, поправляйся. Спасибо. 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 А где, Галина Николаевна? Мы просто с ломбарда позвонили, сказали, что наш сантехник ЦАС Химси отнес. Спасибо. Все, я уехал. Маша пару раз делала слепки с ключей студентов и преподавателей. Но квартиры чистила я один, она здесь ни при чем. Ну, конечно. Вообще не при делах. Всего лишь слепки с ключей делала. А потом Астраханова отказалась в этом участвовать? Маша была моей девушкой. Но она хотела лучшей жизни. Вот она и вцепилась в этого доцента. Думала, что он женится на ней из-за ребенка. Да еще этот инвалид масло в огонь подливал. Она и уши развесила. Я тебе говорю, у меня отчим бабки лопатой гребет. Он после каждой сессии в банковскую ячейку чемодан бабла относит. Ну, не знаю, одевается как лох. Это для того, чтобы его не запалили, потому что он взятки берет. Вообще, он у тебя по крупному запал. Знаешь, ради такой красотки мне кажется, он на многое готов. А тебе-то что с этого? Ну, пойми, что у меня с ним вражда. Он постоянно издевается надо мной, смеется, что я инвалид. Да и мамку он давно уже не любит. Поэтому мне, мне будет только лучше, если он от нас свалит. А с чего это ты взял, что он ко мне уйдет? Он ребенка хочет. Своего. Родного, понимаешь? Если ты ему его родишь, то не будешь работать никогда. Будешь жить в шоколаде. После этого разговора вы решили ограбить квартиру Дороховых? Ну, да. Хотел посмотреть, что там за несметное сокровище. Ты только наврал этот гаденыш. 50 тысяч рублей за телевизором прятал. И то не у доцента, а у инвалида. Плюс пара золотых сережек и кулончик. А зачем вы кулон-то Маше подарили? Она ведь ничего не знала об ограблении. Не знала. Да я специально хотел их поссорить. Я же люблю ее. Любил. Даже с чужим ребенком бы принял. На купюрах изъятых у гражданина Лоисенко та же черная краска, что на пальце жертвы. Я здесь ни при чем. Это те самые бабки, что я нашел в квартире этого инвалида гребаного. Так. Алло, Галина Николаевна, тут есть манжеты от тонометра, но краски на них нет. Режущие инструменты? Все? Хорошо, я поняла. Да, до связи. Значит так, мне понадобятся все режущие инструменты из вашей квартиры. Ножи, ножницы, скальпели и так далее. Это понятно? Да, на этот раз кого-то зарезали и опять виноваты мы, да? Если я не ошибаюсь, то это прямо-таки изуверское убийство. В свое время Ракиза так убивали своих жертв. Они наматывали на горло жертвы тонкий кожаный ремень в вымоченной воде. И когда кожа на солнце высыхала, то она стягивалась. И жертва тихо-тихо, медленно-медленно умирала. Это жуть какая. Больше всего усадку дает кожа с брюшка ягненка. Осталось засечь только время. Возьмите это все. Я просто не могу найти свои партнежные ножницы. Давно их не видела. Это все? Да. Саша. Спасибо. Вот они. Ножницы с черной краской. Ну что, как успехи? Произошло отложенное убийство. Сначала жертву усыпили, потом на шею намотали влажную растянувшуюся кожу. Это от нее у жертвы вот под ногтями на пальцах черная краска. Возможно, Маша во сне пыталась сорвать удавку. Кошмар. Примерно через пять часов кожа полностью высохла и стянулась. Кислород перестал поступать в мозг. Наступила смерть. А ведь это разбивает алиби Олега и обеспечивает алиби Виктора и Ксении. Они в это время были дома вместе. Галина Николаевна. К тому же на ножницах обнаружена та самая черная краска, а верхние отпечатки принадлежат Олегу. Слушай, тут такое дело. Я тут с Витькой поругалась. Не знаю прям, что и делать. Третий день мне звонит. Да не волнуйся, объявится. Думаешь? Уверен. Да? Ой, не знаю. Господи, мне же надо цветы у соседа полить. Она же меня наказала, когда уезжала два раза в день. Представляешь? Вообще зануда. Хочешь, с тобой пойду? Угу. Давай, Алика все равно спит. Пойдем? Пойдем. Давай, я тебе помогу. Ой, да и не надо, я сама. Ой, что-то у меня нехорошо. голова кружится. Уж. По-настоящему. Алика нехорошо. Не благотворим. Уж. Алика нехорошо. Алика нехорошо. Алика нехорошо. Большой нерие. Я подожду. Алика нехорошо. Ты должен немного поспать, иначе ты испортишь мне весь мой план. Вам этого не понять. Дело в том, что я полностью завишу от мамы и Виктора. И уже на протяжении трёх лет слушаю, как они ругаются за ребёнка. Понимаешь, мы вырастили Олега. Он сейчас получит образование, заживёт своей жизнью. А я хочу ребёнка. Ну давай! Давай усыновим! Своего хочу! Понимаешь, родного хочу! Чтобы он на меня был похож! Мой носик, мои ушки, ротик, глазки! Это для меня важнее всего на свете! Важнись! Олеженька, что случилось? Ничего, мам. Всё хорошо. Ну, а как в эту схему вписалась секретарша твоего отчима? Я увидел, как она с ним заигрывает. И понял, что рано или поздно он найдёт ту, которая осуществит его мечту. А нас он выгонит в коммуналку. Я не мог этого допустить. И ты решил, значит, процессом подирижировать. Это было несложно. Глупая Маша была так уверена в своей неотразимости, что поверила, что как только она родит Виктору ребёнка, он тут же на ней женится. Так ты с самого начала решил убить девушку? Использовать её как инкубатор, да? Я знал, что после смерти Маши ребёнка отдадут Виктору. Отцовство легко доказать через ДНК-тест. А как ты с ней, с Машей, контактировал? Я завёл левый номер для общения с ней. А потом решил подставить её бывшего бойфренда. Субтитры добавил DimaTorzok Не переживай, парень. Скоро всё будет нормально. Сейчас, сейчас. Уже почти приехали. Я бы их никогда не выгнал. Лучше бы сам ушёл на съёмную квартиру. Ваше отцовство подтвердил ДНК-тест. Так что вы можете оформлять бумаги и забираться им домой. Кстати, по всем анализам, малыш совершенно здоров. Ксюша уже всё приготовила. Хотя, ей сейчас, конечно, очень тяжело. Лейтенант, уводя обвиняемого аппарата. Подождите! Мне нельзя в тюрьму. Мне нельзя в тюрьму, я там умру. Я же просто хотел сохранить семью. Я просто хотел сохранить семью. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует...